добрый день я не помню в каких годах вышел фильм матрица все с ним носились молодежь там вообще там про него говорила говорю прям как зомбирует этой матрицы честно скажу я его не смотрел вернее была возможность смотреть терпение хватило ты какая-то муть несколько несколько эпизодов поглядел и все понятные и дурей некую тупение к но понятно что те кто поклонники матрицы могут страшно ничего не понимаю но естественно но это не просто так тогда был снят этот фильм это это часть некой программы это часть зомбирование людей что мы должны быть элементами матрицы те кто поселен в электронике хотя сейчас таких мужчин мало осталось а раньше каждый мужчина электричество разбирался в электронике почти каждый мог телевизор ремонтировать что такое диоды триода там транзисторы тиристоры резисторы конденсаторы разбирались все и могли там что-то делать творить сейчас уже многие вот я пример к электронике что раньше были допустим транзисторы диода там элементы а потом стали интегральные микросхемы и вот в этой микросхеме уже содержится и транзисторы и диоды там и тиристоры триггеры там и ну все что все что нужно конденсаторы уже там в одной это сейчас по современному с английским акцентом этот чип называется вот вот эти вот транзисторы диоды того прочие элементы являются частью матрицы уже этот чип он есть матрица но это я такая типа как если взять там дом пятиэтажку это может кто-то тупо и дурацкий пример тупой такой глупый ну чтоб понятно было можно сказать это матрица там с людьми то это так глупо не очень дальше пример ну так чтобы что-то можно было я к чему веду там матрица значит выращиваются люди в каких-то капсулах зародыши там развиваются люди растут каких-то в соплях каких слизи какой-то давайте подумаем вот люди делают экстракорпоральное оплодотворение берется у женщины но раньше как 1 и кого там брали там что-то 15 12 яйцеклеток старались взять потом сейчас берут тому же понемножку там две три четыре тремя обходится но неважно сколько бы не взяли и все оплодотворяют в маску сажать только одну ну по принципу там вылетит не забеременеешь еще одну подсадим ладно забеременела а эти две куда да они заморожены там жидком азоте хранятся там другая женщина опять же в этом в этом чане с жидким азотом еще об дыши лежат еще у зародыши лежат еще у зародыши лежат вот вам и матрица и как в матрице фильме приходит время когда там у них что-то вселяется не оживают так они живые там души если при зачатии дают душа дается при зачатии то есть они живые но когда зачатие происходит естественным путем естественно то душа отца и душа матери не дает возможности дьяволу вселиться в зародыш а этого мечта вселиться в человек то что он сам-то не жизнеспособен дьявол а вот к зачатии происходит пробирка дьявол уже вселяется он тут же вселяется в этот человек и вот получается у нас инкубаторы зародышами беса человечков инкубаторы зародышами дьявола так может что потом будет во что это обернется тем более сейчас уже за эти технологии разработаны что можно но это уже не то что сейчас это все идет из 70-х годов на чем в начале 70-х годов это делался помещалась допустим кокосовое молоко при температуре 37 градусов держалась и она развивалась размножалась это все это не новое а сейчас уже технологии есть такие что с помощью 3d принтера из-за наших же коллагеновых белков создаются искусственная матка который подводит там искусство питания можно кровь донорскую можно еще что-то еще и будет зародыш расти и что это будет армия сатаны вот это матрица 1 поэтому надо думать обо всем не надо смотреть эти фильмы если уж посмотрели надо правильно относиться то есть надо везде быть мудрым вот а во-вторых те кто хотят иметь детей надо не идти против воли божьей во-первых понять почему меня их нету а то же облудила с детства там там 16 там не за каких лет а потому что там зараза когда собиралась герпес набралась там всяких еще отчет еще отчет еще лишь отход будет начать не будет конечно теперь то есть разные заболевания нереческие пускай не те которых нереческого ну да те же мегаловирусы герпес и прочее я уж не беру там про сифилис и остальное да понятно и те хотят иметь но во первых если уж хочешь давай сначала кассе раскаешься в грехах содеянных так просил бог проще раскаешься на испоре причащайся и есть таинство соборования в котором дается здоровье духовное здоровье душевное здоровье физическое здоровье нервное это вот из нашей практики священческой сколько тысяч вот у лично у меня сколько тысячи бесплодных соборовались забеременели родили все нормально зачем эти эксперименты делать когда бес вселяет в человека для чего еще когда дети не получаются когда у матери гордыня большая тоже гордыня грех сатаны а сатана есть источник смерти что человека гордыня нашу не в душе сидит источник смерти и даже если зачатие происходит источник смерти убивает все живое поэтому это тоже надо учитывать поэтому нас специально из нас пытается сделать матрицу мы наоборот свободные личности богом созданы по образу подобия свободными и ни в какой матрице мы не должны быть если с богом то мы имеем общение добровольное добровольно с этим общаться а не лезть в какую-то матрицу быть элементами пассивными элементами какой-то виртуально нечистой силы не дай бог никому и а и Продолжение следует...